Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Сегодня какое у нас число? Никто не знает, да? 14 сентября 2019 года, суббота. Я попросил сестру Татьяну Кузьминичевну Капустину рассказать о своей матери. Как она осталась одна, когда арестовали отца по линии уничтожения нации, враг народа? Как это было? Как она рассказывала, там, углы пили, я что-то помню, остались они. Сколько детей было вот это? Ну, надо, наверное, немножко сначала начать, что они остались дети без матери. Мать рано умерла у них. Вот похороны ее есть, как ее хоронили священники. Это не трудно убережь. Вот. И они остались маленькие дети. Мама самая старшая была. А там 2, 4, 8, четверо детей. А ей сколько было? А ей, вот я точно не знаю, сколько ей было. Ну, лет 10-12, наверное. Как было, как остались? Вот самый момент, почему они жили вместе, как надо, и было. Да, ну, с отцом остались они, как бы, но отца вскоре арестовали. За что арестовали? Он был сапожник, да. Он сапоги, хорошее дело, славился, да. Ну, кому-то не угодил, наверное, или я не знаю, в чем дело. Но пришли, его арестовали. И что он враг народа. Значит, дети остались одни. Вот мама самая старшенькая, ну, лет 12, наверное, 10-12 ей было. А мать-то где, его жена где? Мать умерла. А он один жил? Маша умерла, да. Дети сироты одни в доме? Дети одни остались сироты в доме. В каком? Где жили-то? Жили они в селе Волчиха. Хороший дом у них был, справно они жили. У бабушки, семьи у них были верующие. Вот так как мама все время была к Пасхе, мама всегда шила, платьица новая им. И, ну, такие рассказы там говорила, как у дедушки было все поставлено, что он глава семьи, и все ему подчинялись. Семья была большая. Это была, это был мамины дедушка и бабушка. А это отец ее. Вот ему кто, вот эта женщина? Это отец. Ее, ее? Да. Вот они остались одни. У них была картофель, был картофель и муки немного. Ну, вот как им выживать? Еще маленькой мама рассказывала, что она, когда мама что-то садила, она подходила к ней там с ручкой, и она ей показывала, как садить. Маленькой совсем девочке. А это ей потом в жизни пригодилось, когда она одна осталась. Ну, вот с картофелем и маленькой муки. Сколько их было? Что? Четверо детей. Четверо детей. Одни. Государство не нужно. Арестовали дальше, как хотите, живите. Три сестры их было и брат. Ну, вот им нельзя было никому зайти. Они враги. Дети врага народа. То есть, их нельзя было принимать совсем, накормить арестуют этих. И к ним тоже никто не мог зайти. И поэтому мама говорит, я беру ведро, бегу к колодцу. А соседка была, хорошая женщина. Она тоже выходила. И, Зин, ну что тебе там как? И она ей давала хорошие советы какие-то. Ну, ты вот так делай, вот так там. Как-то, ну, пыталась ей такими советами помочь. А и ходить нельзя было. Вот. Но однажды, голодно все-таки было. И однажды она думает, отец вернется или нет. Задавала себе вопрос. Ни писем, ни каких известий. И ей снится сон, что большая такая комната. Отец сидит небольшой, у него столик сапожный. А там как парты сидят подростки, мальчики. И он учит их сапожному делу. Вот когда отец вернулся уже из тюрьмы, он так и рассказал, что именно так и было. Вот Господь показал ей просто, где отец, что он. А отца еще на целый год. Вот ему пришло, что уже отпускают его. А еще на целый год его начальник тюрьмы задержал. Потому что держал в столе его отпуск. Что его отпускают. Потому что он сапоги шил для них. Ну вот такое, говоришь, на деле. Не отпустили? Не отпустили. Ну а потом вот пришло такое вот... Это сестре маминой. Пришло вот такое, значит... Потом просчитаешь. Человек пришел. А кто пришел? Из КГБ? Из КГБ, да. И считай подряд все. Вот подстрелов. Алексей Михайлович, 1882 года рождения. Место рождения Воронежская область, русский. Член колхоза, 1 мая. Место проживания Волчихинский район, село Волчиха. Арест 9-го 2-го февраля. В феврале... 9-го февраля 38-го года. Осужден 14-го марта. Вот в феврале его забрали, а в марте его осудили. Тройка при ОНКВД. По АКОПВ по статье 58.7.10. Приговор 10 лет с последующим поражением в правах на 5 лет. Реабилитация 3-го, 11-го, 89-го года. Реабилитация 3-го года. Через полвека. Да. Прокуратурой Алтайского края. Источник книга памяти Алтайского края. Ну вот такое. И так он на ней вернулся? Так он вернулся. Он вернулся, но он вернулся. И вскоре ослеп. И такой слепой он доживал уже до конца. Умер дома, да. А как они без него? А как-то мать говорила, зимой залезали? А мамой, да. Пилили там вот это. Да, всяко приходилось. Это все на ней было. Еще они отпиливали углы дома? Ну, где-то там что-то отпиливали. От дома. Чтобы топиться. Вот. Однажды она видит. Вот как им дальше спасаться и кормить чем? Картошка еще была, а мука уже кончается совсем. И вот заходит женщина. И подходит к столу и говорит. А ты вот делай так. Взяла муку вот так рассеяла по столу. Сбрызнула мукой. И говорит. И вот так бери, катай вот такие шарички. И в картофель добавляй. И вот так вы прокормитесь, доживете. Я говорит. Ну, попробуй. Я, говорит, взяла и вот так начала делать. Оглядываюсь. А нету никого. Все. Вот кто к ней приходил. Может, матушка Богородица. Может, святая ее. Ну, вот приходили. Так ей было. Это тебе все рассказывала твоя мать? Да. Это мама рассказывала все. Как ее звали? Зинаида Алексеевна. Она была... Никогда не боялись. Вот настолько их запугали, что они никогда... Ну, боялись сказать, что верующая. Или крестилась бы она. Этого я не видела. Хотя она всю жизнь в платочке прожила. Вот так она все время такой была. Вот в платочке. Тихая, спокойная. Никогда она не повысила голос. Он ей кто? Отец. Отец. Это твой дедушка? Это мой дедушка. Ни дедушки, ни бабушки. Вот я не видела. Вот показывает картины. Ходоки у Ленина. Вот все было скрыто. Что за последует за этим? Царь на Голгопу пошел. И всю Россию потянули. Кто пришел? Кто там из них говорил? Матушке Руси мы задерем подол на голову. Троцкий, наверное. Или вот такое дело. Жил человек, работал. Но в этом что есть, никто не смотрит. Как они верили люди. Шли к Богу. Жили по заповедям Божьим. Это ему галстук-то нарисовали, наверное. Не знаю. Не знаю, не могу сказать. Ну, так вот рисуют. У нас дерьев мать заказала. Ну, наверное, он коммунистом не был. Он простой был. Вот так. И они галстук нарисовали, которые делали. Вот такие плакатные. В деревню приезжали. Что у них еще она рассказывала было? Отец говорил, ты или сапоги шил и все. Он шил в сапоге, все. Так он сколько? Что дали ему? Десять лет он сидел? Ну, наверное. Может, меньше. Я вот точно это не знаю. Десять лет им поражение в правах. В правах быть человеком. Все. Ты хотела показать. Вот это-то дамбу у Мамонтова строили. А какая это дамба? О чем? Ну, это просто отец. Они там жили в Мамонтово. И он строил. Он был прораб или кто там. Значит, его фамилия Подстрелов. А у тебя, Капустина, ты уже по мужу. Это Подстрелов. Это вот Алексей Михайлович. Понятно. Это вот дедушка мой. А мама-то вот вышла замуж за Иванова. Он коммунист был, отец. Крещеный он был. Так я не понял. Ушел без покаяния. А, вон как он. У него кровоизлияние в мозг. И пришел. Ой, план наконец выполнили. Он начальником цеха работал. Такой радостный лег. И все. Без покаяния. Без покаяния ушел. Умер. Да. Да. А маме Бог дал. Жизни. 80 лет ей было. Когда она скончалась. Когда она отходила, такой интересный момент был. Она у нас совсем не болела почти. Неделю где-то она вот. Что-то плоховато себе. Сразу отказалась от пищи. Я, мама, ну хоть бульон. Вот курицу там это отварила. Ну, глоточек бульона. Она вот так в рот взяла. Просто я настаивала. И выплюнула. Говорит, нет. И неделю она вообще ничего в рот не брала. Так это. И когда она вот уже все отходит, как-то глаза уже закатились. Но я смотрю, что все. А сердце вот так бьется. А когда еще она уже отходила, она говорила, понимаете? И говорит, ой, какие мальчики красивые. Я говорю, мама, да это же ангелы уже за тобой пришли. Какие красивые мальчики. Вот так она. И когда так глаза закатились, вроде бы раз, что она уже отошла. А сердце вот так вот бьется. Бьется так сильно. А это Валерия, это у нас, она медик, врач. И она говорит, это как в коме. И говорит, сердце может даже не один день так биться. Да что же делать? Она же уже все вроде, а как, одно сердце бьется. Давай звонить скорее. Я думаю, здесь Дебуновы, и вдвоем они все-таки, вас не было. И помолятся. Звоню, и батюшка берет трубку. Я говорю, батюшка, все, мама это отходит. Он говорит, потом мне сказал, говорит, я тут же встал и пошел читать отходную. И он только начал читать, и она... И дух вышел. Тут же сердце вот остановилось. Нам предлежит еще где-то вздохнуть, в последний раз всем. Тогда уже можно прямо говорить, а уже никому не скажешь, как. Как Лев Толстой пишет, как будто в узкий мешок заталкивают человека. Вот. Дядя Ивана Ильича, смерть его. Догадываться, а то другое никто не знает. И вот если начинать рассматривать сейчас так, просто события накладываются, несправедливость. Ну, любой скажет, ну как так, сапожник был, дети брошены, а то другое. Но что за этим? За этим, вот считаешь, Израиль жил, вдруг приходили, арестовывали. А почему? Начальство отступило, священники отступили. Кланяются идолам, Бог посылает в плен, вся страна идет. Ни один, ни два. Ведь ходили, когда осматривали обитованные земли в Ханаане, они 40 дней ходили. Ходили-то от каждого колена люди. Все-то не ходили, но каждый наложил отпечаток на свое колено. Старше 20 лет никто не вошел в обитованные земли, ни один. Не считая, Халеб там говорит, Иисус Новин. Все. И вот здесь точно так же. Были открыты храмы. Нет, ничего. Ну, жили бы. Вот считаешь, верное воскресенье. Сегодня, гляжу, газета лежит. Сегодняшняя вот, алтайская миссия или кто. А может не она, там другая. Верное воскресенье. Освященные вербочки обладают целительной силой. Ко Христу вообще нету. Ко входу его в Иерусалим вообще ничего нету. То есть народ что-то знал. Посты вот про еду знали. Поклониться там где-то, сказать, сходить на исповедь. А Евангелие вообще не держали в руках. Вообще его не было народой. Нет, читали. Вот у вас, может быть, читали, а наши никогда. Вот. Впереди-то, которые люди были. Дед-то он считал его, нет Евангелие? Бабушка, бабушка читала. Иной раз говорит, отец сидит. Это вот это бабушка? Да, да. Бабушка читала. Это она ему кто будет? Вот это мама моя сидит у ней. А это сестра. Вот на руках, которая? Да, да, да. Вот мама ее. Ну тут уже... Она грамотная была. Она читала. И читает, а иногда... Вот. Бабушка моя. Это мама на каменочке. Бабушка она ее уже, да? Да, да. А это сестра ее. Она замуж вышла. Я в Киеве жила. Муж у нее дипломат был. Вот. Приехали, говорит, сватать другую девушку. А эта забежала к подружке. А они на нее посмотрели. Говорит, нет, ну эту на давайте. И забрали эту. Как замуж выходили. Вот у нас мы на квартире были Корнилова, тетя Поля. Как вышла? Я, говорит, сидела на печке с подружкой, в куклы играли. Зашли, говорят. Полька, ты замуж пойдешь? Я, говорит, даже не видала, не знаю кто. Я сразу срезал из печки. Пойду. Зарано поднятие Корнилова вышла. И всю жизнь жили. Никто, слово любовь, говорит, они даже не слышали, не слыхали. Претерпелись или так понравились друг другу. Вот такой видно был. Ну вот, я посмотрю на это. Вот они брат с сестрой. Вот это показывает. Вот эта бабушка, это ее брат. Вот видите, он сидит. А это ее муж сейчас. Вот он, он почти наравне. Тут сидит, стоит. Ну а выдали, и она сама красивая, стройная была. Ну а выдали, деды договорились, и все. Ну, с мамой-то своей я встречался. Вот она мне рассказывала, мне запомнилась, особенно, ну, когда дом делает, угол-то как, бревно с бревном, тут вырубает, и, ну, если оттат отпилить, дом-то развалится тут от ветра. Она, говорит, пилу взяла, с другой там сестрой или с кем, говорит, и углы пилили у дома, которая, перевязка-то самая-то, этим топились. Никуда нельзя пойти. Вот как делали, говорит, картошку, чтобы никто никуда, мы, говорит, и ложите в две кучи, на огороде две кучи положили. Вот скажем, какую заберете, а другую заберут в колхоз. Мороз подходит, никуда не говорят. Никого нету. Тронуть нельзя. Ну и мать видит, что уже ничего нет. Она пошла, уже картошка замерзнет, и взяла. Утром, а соседка смотрит, сразу доложила, утром арестовали. Дети брошенные. То есть она гниет, то есть это умышленное уничтожение народа шло. Где эти люди в вечности будут, один такой вопрос остается. Я разговаривал с такими, вот Варя понял, была мать, как они сосаны были. И там, как умирали, вот эта Потеряева приезжала и Докия Титовна, Иван Ефантьевич Мушин. И она бежала из ссылки, тайгой, 700 километров, с тремя ребятишками. Больше всего боялись ни зверей, ни насекомых. А на каждом повороте дороги везде караулили, чтобы кто побежит. Докмалину, говорит, брали, там соберешь сколько, котелок выменять. Рядом деревни были. Ни инструмента, ничего нету. Народ как мухи мерли. Привезли на голый берег, скинули, все. А уже зима начинается. Хотела показать? Где-то у меня была ее фотография. Да. Ну вот нету сейчас. Вот про кого говоришь, а это все другие? Да, нету вот сейчас. Ну-ка погляди, еще может еще. Нет. Вот они стоят, ребятишки, вот когда бабушку хоронят, мою, Александру, вот эту вот. Ну тут еще нежность берешь. Вот это маленький, вот это баба Оля стоит. Вот это баба Оля. А баба Оля тебе кто будет? Тетя. Это моя мама и сестра. О-о-о. Вот они меня маленькую-то воспитывали. Воспитывали маленькую, поэтому... Ну вот так. Мы должны ежедневно молить Бога. Благодарить Богу за ту возможность, которую нам Бог дает для жизни во Христе. Ходить в храм, свидетельствовать. Мы вот дорогой ехали. Ну ехали-то там за границей. Мы от Владивостока до Лиссабона дошли. Ну я, Николай Крущина и Виктор Савченко. У нас сейчас везде там недовольные, там Путин не такой. Вы как? Николай говорит, ну как? Я молюсь. Мне не мешает никто считать Слово Божие. Сейчас развозим, раздаем Евангелие по всей стране. Мне этой свободы достаточно. А остальное Бог разберется. Я за него не отвечаю. Хороший он, плохой. Он будет отвечать за народ, как руководил им. Нам дана власть молиться за солей, за начальствующих, не больше. А это ушло. Я вспоминаю, в газетах было. Да, видимо, это и съемка была. Владимир Владимирович Путин совершал какое-то посещение Бутово полигона, где расстреливали московских священников. Ну ему показывают, вот это вот такой-то округ. И расстреляны, расстреляны. Он шел и говорил, а то же я считаю, чудовищно. Да что же это такое? А сам полковник КГБ принадлежит к этой системе. Чудовищно. Пришли без Бога, обманом. И куда пришли? И наконец, 72 года лопнуло, и все кончилось. Народ был принен не 70 лет, а 72, когда считаешь по Библии. Вот когда считаешь, Господь сказал, да будет их там 120 лет. А 120 лет не было. 100 лет прошло, и начался поток. Почему? А нет покаяния, 20 лет уже не нужно, и Бог обрезает. А здесь были в плену 70 лет. Не хватило, Бог добавил еще раз. Я считал, кажется, от смерти императора Николая II до разрушения страны 72 года. Точно так же, это копия. Россия как бы теневой отросток библейских событий. Тень оттуда падает. Ну вот, все у меня вопросов тут нет. Может, еще что-то? Отец рассказывал, как он там был в тюрьме? Наверное, рассказывал. Но деда я не видела, не слышала. А мать не говорила? Бабушки. Боялись все. Дело в том, что он вернулся к сестре, к другой Марии, туда, в Волчиху, и там он доживал. То есть он еще не с матерью жил? Нет. То есть твой дед ушел? Да. Он, когда пришел... Но мать-то умерла, поэтому он вдовец был. Да. Вот он, когда пришел, он жил в деревне там. Там жила сестра мамина, и он доживал там. Жены у него не было, он имел право жениться. А ребятишки-то уже взрослые были? А ребятишки взрослые уже. И поэтому с ним никого не было? Нет. Ну, с ним была, почему? Дочь-то была, вот мамина сестра. Она с ним и доживала. Ну и твоя... Маминой мамы, сестра, да. Баба Маша. Их три сестры было. Мария, Ольга и Зинаида. Ну, вот мать что рассказывала вам? Как там было? Как-то на вас это отражалось по отношению к власти? Как ценить нужно сегодняшнее, что Бог дает? Вот вы знаете, как-то разговоров таких она не вела. Вот говорила, что да, вот к Пасхе. Как Пасха, значит, она вспоминала это. А так вот, чтобы говорила, это только в конце. Вот я верующей стала, пришла через вас. И я, конечно, дома... Я раз уверовала, вы должны тоже уверовать. У меня такое было. Ну, рассказ у нас пришла. Как пришла? Тоже попутно расскажи. Как мы познакомились с тобой? Ой... Вот ничего я не знала. А прочла в журнале, прочла рассказ один. Там мужчина пошел на барахолку покупать себе валенки. И вот он ходил-ходил. Валенок он так и не купил, но он увидел старичка. Старенький-старенький стоит и продает Библию. Толстая такая книга Библия. И он ее купил. Пришел домой, и он ее начал читать. И там его поразило, как там, мол, пророк. Кто-то прилетел, и вот он ему что-то дал. А он съел сладкое у него было во рту. А что он ему дал? Шоколадку ли дал? Или что он ему дал? И вот это вот, я думаю, интересно. Что же это за Библия? Вот у меня как-то вот коснулось это. Что это за книга Библия? И тут в учительской вешают объявления, что проводятся занятия. Как в учительской? Где-то работала? В кооперативном техникуме я работала мастером производственного обучения, часы вела. И, к моему сожалению, мне почему-то стыдно было написать мастер производственного обучения. И написала преподавателем, хотя я числилась мастером производственного обучения. Ну вот, я думаю, я смотрю, Библия, так я же это, мне интересно же было, надо ей пойти, что же это за книга Библия. Вот я пришла на занятия к Игнатию Тихоновичу. Как пришла, рот открыла, так он у меня и не закрывается. А ты не знала, про что там говорится? Ничего не знала. А как она узнала, как это, которая пошла? А вы обзванивали. Игнатий Тихонович обзванивал все учебные заведения. Все на работе, выписал, взял все школы, все заведения, все администрации. И тогда уже выпрашивал у Савалея на день телефон и сидел и названивал, приглашал на занятия. Ну вот и написал. Игнатий Тихонович, где бы ни сеял, все равно какое-то семя. Мы ходили долго на занятия ведь ходили. Да мы вообще переполнены. Я вспоминаю, как вы нам говорили. Так, вы уже ходили? Долго ходили? Можете постоять. А кто только пришли, пусть они садятся. Но мы все равно с удовольствием все время ходили. Как интересно было слушать. 20 лет прошло, а это как в сегодняшний день. Все, что вы нам тогда говорили, оно вот все уже. Вот оно все исполнилось. А тогда мы удивлялись, что это за магазин будет, когда там пойдешь вот так. Что это? Для нас было вообще многое такое. Не понимали мы даже, что это и как это. Да и вообще, такие интересные были занятия для всех. Даже не было вот исключения, чтобы кто-то. И такое сожаление, когда человек уходит. Уходит и тем более настраивается против. Я этого даже никак не понимаю. Когда он с удовольствием ходил, когда он знал, православие узнал. И вдруг идет к ритикам. Как? А вот они говорят, вышли от нас. И через то обнаружилось, что не все были наши. То есть это рано или поздно обнаружилось. А что, что-то свое. Вот одна у нас была здесь. Ну и говорит с таким прямо гневом. Вот я хотела сказать. А это... Ну... Сегодня тебе сказали где-то. И пожилые уже люди, а себя не отвергся. Дали, не дали. Какая-то разница. Ты со Христом. Христа кто отучит нас от любви Божией? Я, можно, тоже признаюсь. Я в какой-то мере тоже завидовала Нине. Завидовала в чем? Что она запоминает места Писания. Ну, мне вот не дается. Я могу своими словами сказать, помните, я вас спрашивала, можно это или нет. Но не могу вот прямо, чтобы указать место Писания такое-то четко. Маленько завидовала. А Ниночка живет. Я у ней была. Как хорошо. Они тихо, спокойно. Молились мы вместе. Это нынче? Да. Спасибо вам. Такая благодать. А в храм ходили, нет? Я ходила. Нина стояла на улице, а я зашла. Мне никто ничего не спросил, не сказал. Правда, священник, когда вышел, так активно меня покадил. Я так стояла как раз перед ним прямо. Так же одета? Да. Он ничего не сказал. Служба и хорошо прошла служба. У них хорошая икона Петра и... Ой. Петра и Павла? Нет. Феврония? Феврония. С мощами, такая большая, прямо хорошая икона. Вот. Я возле нее как раз стояла. Ну, женщина на клеере. Он ее привез сам. Какую женщину там. Она, ну, вела службу, читала. Ну, она как-то вот поет, ну, такими руладами, как бы. Маленько. Люди не очень, наверное, привыкли. И она сама вела это. Ну, в общем, молиться можно. Ну, молиться можно. Но потом он объявил, что это было 1 сентября. В воскресенье. И объявил, что сейчас будет молебен для учащихся. А я думаю, Ниночка стоит там холодно. Было ветер холодный. Думаю, она стоит, а я что ж буду здесь стоять. Я пошла, повернулась и вышла. Но мы пришли в магазин за хлебом. Висит объявление священника. И мы его читаем. Я когда читала, я вообще, знаете, он говорит, вот вы живете здесь, хорошо вам здесь, все имеете там то-то. А вот пойдете, если вам отходить-то, в одной одежке только пойдете, в одной, ничего не возьмете да больше. А там, куда вы пойдете-то, там, знаете, скучно-скучно. И это называется ад. Я прошла. И думаю, ну надо же. Это Шарнодара был Игорь, а сейчас его там Спиридон. Вот для монашества. И вот Нина не запускает, она зимой стоит за то, что с нами знает, со близкой. А вышла женщина и говорит, а что ты здесь, вот эту, которую привезли, она ей говорит, а что ты здесь стоишь? Ты иди вон на дорогу вообще. А Нина говорит, я постояла, подумала, да и правда, что я здесь стою? Пойду на дорогу. Взяла Евангелие, вот эти красненькие наши, и пошла на дорогу, и раздавала Евангелие. А если бы обиделась, ничего и не было. Это у святых такое было, когда скажут, он тут же подумает, да и действительно, а чего же я здесь? Спрашивает, как Пимена Великого, где ты будешь? Он говорит, там же, где дьявол. Это уж так они придумывали. Ну все у меня, вопросов нет. А у тебя есть вопросы? Вопросы, они всегда бывают. Ну ладно. Я только благодарна. Я благодарна, что я вот через вас пришла, познала этот путь спасения, путь покаяния. Ой, слава тебе, Господи. Грешная, окаянная душа. Слава тебе, Господи. И хочу, чтобы все мои братья спаслись, это мы здесь нашли семью свою, я так считаю. Ну, по крайней мере, мои братья и сестры, всем желаю, чтобы все спаслись. Чтоб Господь помогал всем по нужде каждому, чтобы все были спасены. Ну все тогда. Спасибо.